Общее сведение. Сифилис, полость рта, специфическое инфекционное заболевание, возникающее в результате проникновения в организм бледной трепонемы. У большинства пациентов с диагнозом сифилис выявляют характерные признаки поражения слизистой полости рта, надкосницей или костной ткани верхней и нижней челюстей. Нередко именно в ртовой полости локализуются первичные сифилитические очаги. При первичном сифилисе полости рта у 95% пациентов обнаруживают один твердый шанкар. Крайне редко образуется несколько сифилом. В течение третичного периода гумозные инфильтраты, разрушающие костную ткань, чаще выявляют на нижней челюсти. У детей и подростков основными путями инфицирования являются внутриутробные и бытовые, тогда как у людей старшего возраста в большинстве. В случае заражения сифилисом полость рта возникает вследствие незащищенного полового акта. Сифилис полость рта Причины и классификация сифилиса полость рта Сифилис полость рта развивается в результате инфицирования бледной трепонимой. Основные пути передачи заболевания внутриутробной и бытовой половой, предрасполагающими условиями, открывающими ворота для внедрения анаэробов, являются трещины кожи, эрозии, слизистой оболочки ротовой полости. В месте внедрения спирохет образуется твердый шанкар. Размножение бактерий при сифилисе полость рта происходит в лимфатических узах, вследствие чего уже спустя несколько дней после заражения наблюдается полиоденит. В ответ на проникновение в организм бледной трепонимой иммунной системы человека продуцируются антитела, направленные на связывание и элиминацию инфекционных агентов. Дальнейшее распространение бактерий в организме человека осуществляется по сосудам лимфатической системы. Сифилис полость рта проходит 4 периода. 1. Инкубационный. Характеризуется отсутствием специфической клиники. Длится в течение 3-5 недель от момента инфицирования. 2. Первичный сифилис полость рта. Возникает и с появлением полость рта первичной сифиломы протекает на протяжении 6-8 недель. Первые 3 недели являются серонегативными, так как с помощью специфических сирологических тестов не удается выделить бледную трепониму. Последующие 3 недели относят к сероположительному периоду. 3. Вторичный сифилис полость рта. Наблюдается в течение 4 лет. Поражаются слизистые оболочки и кожные покровы внутренние органы. Начинается вторичный сифилис полость рта с фазы выраженных клинических проявлений длительностью около 3 недель. При этом на слизистой полость рта возникают множественные альчаги. Резиолезно-популезной сыпи наблюдается полиоденит. Далее заболевание переходит в латентную стадию. Чередование обострений венессии может возникать до 3-4 раз. Сирологические реакции положительные. 4. Тритичный сифилис полость рта. Длится в течение 6-8 лет. Основной элемент поражения – гумузный инфильтрат. Количество бледных трепаньем существенно снижается. Сирологические реакции положительны в 70% случаев. Тритичный сифилис приводит к необратимым деструктивным изменениям в органах и системах, становится причиной прогрессивного паралича. Симптомы сифилиса полость рта. Клиника заболевания напрямую зависит от стадии течения патологического процесса. О первичном сифилисе полость рта говорит появление инфильтрата, в центре которого формируется зона распада. Края первичного элемента поражения правильные, ровные, дно красного цвета – инфильтрированное. При осмотре сифилома безболезненная, немного возвышается надслизистой. Вследствие активизации анаэробной микрофлоры дно язвы покрывается темно-серым налетом. Чаще твердый шанкр локализуется на губах, языке, небе, миндалинах. Через несколько дней после появления сифилома наблюдается лимфодейник, сопровождающийся гипертермией, вялостью, ухудшением общего состояния. Вторичный сифилис полость рта характеризуется возникновением сифилитической ангины и множественными разиолезно-популезными элементами поражения. Разиолы представляют собой гиперемированные участки слизистой с четкими контурами. Папулы очаги изменены в цвете слизистой, чаще синюшно-красного оттенка, с незначительным возвышением в центре. Излюбленной локализацией морфологических элементов при вторичном сифилисе полость рта являются дистальные участки неба, миндалины. Папулы и розиолы имеют тенденцию к слиянию, в результате чего наблюдается клиника, имеющая сходство с ангиной. Сифилитическое поражение языка проявляется в виде атрофии нетевидных и желобовидных сосочков. При этом спинка языка приобретает вид скошенного луга, нормальные участки слизистой чередуются с патологически измененными зонами. При третичном сифилисе полость рта образуется гумозный инфильтрат. Патологический процесс может поражать язык, что приводит к его утолщению, образованию рубцов, стойкой деформации. При вовлечении воспалительный процесс надкосницы возникает уплотнение периоста, спаивающейся со слизистой. В случае локализации сифилитического поражения в участке альвеолярного отростка наблюдается патологическая подвижность зубов, вертикальная перкуссия которых становится положительной. При прорыве инфильтрата образуется безболезненная и язвенная поверхность кратеробразной формы с ровными краями. Формирование и отторжение секвестров при сифилисе полость рта наблюдается редко. Со временем участок поражения рубцуется. В результате образования гумы на верхней челюсти может возникнуть соусти ротовой полости с полостью носа. При третичном сифилисе полость рта нарушается целостность костей носа, носовой перегородки. Диагностика сифилиса полость рта. Постановка диагноза сифилис полость рта базируется на основании жалоб пациента, данных анамны за заболевание клинического осмотра. Результатов дополнительных методов исследования. При первичном сифилисе полость рта врач-стоматолог выявляет как правило один твердый шанкар. При пальпации образовавшаяся язвенная поверхность безболезненная и правильная круглой формы красного цвета с ровными возвышающимися краями и инфильтрированным сальным дном. Лимфатические узлы уплотнены, увеличены, безболезнены, не спаяны с кожей и окружающими тканями. При вторичном сифилисе полость рта обнаруживают остаточные сифиломы, а также разиолезно-популезную сыпь на небе, дужках, миндалинах. Поскабливание попол приводит к обнажению эрозивных поверхностей. В случае рецидива вторичного сифилиса полость рта элементов сыпи образуется меньше попол и эрозиолы имеют бледный окрас, группируются. Образуя фигуры по форме напоминающие гирлянды кружева. При вторичном сифилисе полость рта выявляют палеоденит. В отличие от катаральной ангины, болезненности при глотании и высокой температурной реакции при сифилитическом поражении не наблюдается. При третичном сифилисе полость рта обнаруживают гумозный инфильтрат после распада которого формируется глубокая кратерообразная язвенная поверхность. Нарушается целостность челюстей, костей и носа. Участки поражения рубцуются, что приводит к возникновению стойких деформаций. Увеличение регионарных лимфоузлов не отмечается. Обнаружение бледной трепонемы в соскобе или в содержимом лимфатических узлов подтверждает диагноз сифилис полость рта. Для выявления сифилитического поражения используют также сирологические реакции, которые у больных становятся стойко-положительными. Начиная с четырех неделей от момента образования твердого шанкра. Первые три недели течения первичного сифилиса полость рта является серонегативным периодом, так как в это время с помощью сирологических реакции не удается подтвердить диагноз. Рентгенографически у пациентов с третичным сифилисом полость рта диагностируют зоны разрешения костной ткани в участках соответствующих гумозному поражению, а также склеротические изменения по периферии. Присутствует деструкция кортикального слоя кости и признаки оссифицирующего периостита. Дифференцируют сифилис полость рта с декубитальной язвой, злокачественной опухолью, туберкулезным и актиномикотическим поражениями. Ангины, шанкреформной пиодермией, автометитоной, красным плоским лишаем, лейкоплакией. Пациентов следует стоматолог-терапевт или хирург-стоматолог. При подозрении на наличие специфической сифилитической инфекции больного направляют на консультацию в кожно-венерологическое отделение.